ТРАССА 101 Приветствую в эфире ТРАССА 101 Владимир Сметанин не нарушает почти Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, который позволяет регионам вводить штрафы за передвижение на слишком шумных транспортных средствах Размер взыскания от 5 до 30 тысяч рублей в зависимости от категории транспорта и мощности мотора Сейчас за дырявый или отсутствующий глушитель могут штрафовать только на 500 рублей, либо просто предупредить Выявлять нарушителей планируется в том числе в автоматическом режиме с помощью шумомеров, их подсоединят к дорожным камерам ТРАССА 101 Владельцам почти 80 тысяч автомобилей Лада Гранта, Нива Ледженд и Нива Тревел, выпущенных осенью и зимой прошлого года, а также в начале этого года, рекомендовано явиться к официальным дилерам Цель – доукомплектовать машину блоком «Эроглонас», который необходим для вызова экстренных служб Все работы, информирует производитель, должны быть бесплатными Также «АвтоВАЗ» сообщила о начале продаж Лада Гранта, оснащенной системой АБС Минимальный ценник авто – 750 тысяч рублей ТРАССА 101 В июне этого года россияне оформили рекордное за последние три года число автокредитов А в сравнении с первым летним месяцем 2022-го, по данным Национального бюро кредитных историй, цифра выросла почти в два раза Такой ажиотаж специалисты связывают прежде всего с действующей программой льготного автокредитования Лидеры по числу полученных займов на покупку авто – Москва, Московская область, Петербург, Татарстан и Краснодарский край ТРАССА 101 В продаже появились новые кроссоверы «Сан Йонг Тивали» Дилеры просят за них от 2 миллионов 600 тысяч до 2 миллионов 800 тысяч рублей Кореец оснащается 163-сильным бензиновым мотором, либо 136-сильным дизелем – трансмиссия, механика или автомат Привод может быть как передним, так и полным В перечне оборудования есть цифровая приборная панель, 7 подушек безопасности, двухзонный климат-контроль, ассистент удержания в полосе и так далее На этом все, подписывайтесь на наш телеграм-канал ТРАССА 101 До свидания ТРАССА 101